Привет, друзья, с вами Бора. Большое спасибо за ваш фидбэк на последнем видосе, где рассказывал про то, как без потерь можно пройти шамчи на уровне рыцарь. Я увидел ваши комментарии, мне очень приятно, что вы так быстро откликнулись, и поэтому обещанный разбор сложности рыцарь уже здесь. А перед тем, как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, вам полсекунды, а я влечу в тренды ютуба. В первой главе месячной сюжетки, на первой дорожке, нам понадобятся научные чемпионы, потому что здесь как раз-таки усилки сделаны именно под них. Если вы не хотите, чтобы бои были слишком длинными, то я советую, конечно же, для каждой из дорожек брать соответствующих чемпионов, про которых я вам сейчас и хочу рассказать. Лично я обычно беру на задание трех чемпионов под ячейки для того, чтобы дойти до босса, и двух чемпионов непосредственно на босс, если вдруг я не завалю с первого раза, чтобы увольнить его со второго. Здесь у нас на боссе Человек-паук. Здесь у нас два усилка для первой спецатаки, которые заставляют паука чаще сдавать эту первую спецатаку, а также делают первый удар спецатаки неблокируемым. Здесь же у нас энергетический перекус, который дает ему Энгу, и интересные усилки время пули, и финн. То есть Человек-паук дико уклоняется, помимо своей коронной способности, ему добавляется еще уклонение от ячеек. Но все это дело можно легко контрить. Недавно я начал в беседе и вообще на стримах говорить про то, что рыцарку можно проходить четырехзвездными чемпионами. Это действительно так, но, пожалуй, стоит признать, что не всегда. Главное в этих ячейках подбирать правильных чемпионов и внимательно подходить, конечно же, к процессу игры. Хотя, конечно, я здорово облажался, когда играл на стриме эту первую главу. Еще в тот момент как раз Серега Легаси зарядил мой канал, мой стрим, и пришли люди, а я бах и на этой же ведьме слился просто по-тупому. Причем чемпионом прокаченным, но с кем не бывает, правда? В принципе, первую главу исследовать я считаю, что может любой призыватель, у которого уже есть титул рыцарь. Множество людей пугают вот эти вот цифры, 50 130, как, типа, я могу такого дурачка победить? На самом деле, 264 тысячи здоровья, это много, это безумно много, особенно для четырехзвездного чемпиона. Но, ребят, немножко усердства, опыта, изучайте, как бьют чемпионы, как чемпионы в защите обороняются. И не будете вот так сливаться. Какие же чемпионы подойдут для этих дорожек? Все, научно. Ячейка, которую Кабам забыли перевести на русский язык, гласит, что все научные чемпионы, независимо от того, кто они, как они, что они там умеют, имеют 20% шанс повесить ослабление на врага с каждого удара. Конечно, лучше вешать каким-нибудь факелом, да, или так, кэпом через первую спец, вы быстрее настакаете ярости, соответственно и урон больше будет и быстрее. Но если у вас нету чемпиона науки, который наносит урон или накладывает какие-то определенные дебафы, то вам поможет сама ячейка. Не стесняйтесь, ребята, пробовать какие-то новые приемы, пробовать играть за новых чемпионов, все это всегда принесет вам только радость и удовольствие, за исключением, конечно, тех случаев, когда вы только начинаете учиться играть за чемпион, но тем не менее, чем большим количеством чемпионов вы можете играть, тем большее количество контента вы сможете закрыть. Отдельно я бы хотел остановиться на бой с Доктором Думом, наверняка многие из вас, может быть, не знают, как его бить, поэтому я вам скажу, что лучше всего не доводить его до второй спецатаки, а играть через первую, хотя она и не блокированная, но в ней уклониться вообще очень просто. Уклониться от первой спецдума очень просто. Ой, какой вор, бля, я не могу. Итак, еще раз давайте пройдемся подробно по усилкам паука. Что интересно, тут плюс 60% точности защитных способностей уклонения. Каждый раз, когда уклонение срабатывает, защитник получает плюс 30% кэнки. Прибавляем сюда еще склонность спецатаки и не блок первой специи, получается уже довольно-таки серьезный противник. Также энергетический перекус у нас. И вот тут уже интересное совмещение усилков время пули и финк. Чтобы не перечитывать все это, скажу лишь, что когда вы глушите первый раз паука, то он это оглушение сразу же снимает и получает заряд уклонения. И затем вам нужно уклониться от атаки паука, базовый, чтобы заряд уклонения этот снять. И если вы уклонитесь от базовой атаки, когда этот заряд уклонения у него есть, то паучок на полторы секунды оглушается. Вот таким макаром, собственно, его и стоит бить. Парируем, получает заряд уклонения. Теперь нужно сделать так, чтобы мы уклонились от его базовой атаки. И видите, он сразу переходит в оглушку. Если вы боитесь первой спец паука, то я вам советую стоять побольше в блоке. И разводить его на вторую спец. Вот так. Ну или же, конечно, старый добрый фьюри, кросс и прочие игнорщики уклонов здесь тоже подойдут отлично. Однако они не уберегут вас именно от уклонов, которые идут от ячейки. Они смогут не дать пауку уклониться только от своей способности, но уклоняться от настройки ячейки они как раз таки будут на 100%. Этот уклон ни фьюри, ни кросс не смогут игнорировать. Глава 1, дорожка 2. Здесь нам потребуются мистики. За счет того, что чемпион относится к классу мистики, мы можем получать удали, которые увеличивают урон от наших спецатах. Плюс обнуление и усиление защитника делает эти удали постоянными, а не временными. Здесь у нас есть еще ячейка постоянного упорства после применения спецатаки. Защитник получает усиление невосприимчивости к оглушению на 6 икон. Ну и ячейка достижения власти, которая, в принципе, по стольку поскольку. Здесь нам, конечно же, пригодятся мистики, которые умеют обнулять. То есть, Дум, Клэр. У меня по мистикам полная отмена, однако у меня 2 Дума есть. Вот их-то я и взял с собой. Остальных 3-х чемпионов я взял для хитманки. Который является боссом этой дороги и имеет довольно неприятный набор усилков. Сам по себе является, конечно, неприятным защитником. В основном, конечно, все ячейки закручены на яростях и восстановлении энергии. Однако, если правильно рассчитывать энку, то хитманки может оставаться без увеличения энергии и ярости. Потому что он может получать печать судьбы на 6 секунд, каждые 20 секунд. Я решил, что мне для этой задачи отлично подойдет и перион, который, в принципе, получает постоянное накопление энергии. И иметь больше энергии, чем у хитманки, в принципе, дело плевое. Вы также можете использовать чемпиона, который умеет накапливать энку. Или же просто следить за счетчиком энергии. Благодаря своевременным блокам мы можем накопить достаточное количество ярости. Не прибегая к оглушению, не прибегая к сбиванию ног хитманки. Потому что все мы с вами должны знать, что сбивая с ног хитманки, он активирует свои способности и получает возможность уклонения, а также неблокируемой спецатаки. Поэтому, играя за кипериона, в данном случае, нам лучше всего будет просто принимать блок. Просто ставить своевременный блок и таким способом попытаться накопить ярости и щелкнуть хитманки. Но все равно, несмотря на все наши старания, есть перенапряжение ячейка. Пока у нас с вами есть две или более ярости, защитник восстанавливает энергию. Еще и получает буст к атаке. Ну и опять прирост ярости за счет спецатак. Зависит от того, какую спецулю мы сдаем. Если мы сдаем первую спец, получаем одну ярость. Если сдаем вторую спец, получаем две ярости. Если с третьей, то три. И каждая такая ярость нам дает плюс 5% показатель атаки на 10 секунд. И ячейка усиленной, которая снижает получаемый урон на 100%, если на нас не висит хотя бы три любых бафа. То есть три любых положительных эффекта. Даже если это одинаковый эффект. Конечно, идеальным, ребята, вариантом для прохождения до самого хитманки будет Доктор Дум. Потому что для меня это самый крутой вообще мистик в игре. Даже несмотря на то, что я играл за Клэрку, она все же немного не того пошиба. Мистик. А Доктор Дум в данном случае и энку отлично контрит. И в общем-то с бафами справляется всегда на ура. Видите, под удалями третий спец наваливает. Он, конечно, очень качественно. Поэтому. Главное не пропустить вот этот момент. И использовать вовремя еще раз первую спец. Потому что против Вижена иногда очень сложно играть. Но Дум у нас парень крепкий. И спокойно выдерживает третью спец. И при этом еще мстит. Я думаю, что вы будете играть внимательнее. Все-таки я сейчас играю, прохожу довольно-таки сложный контент. И при этом еще комментирую. В общем-то у меня такой стрим, но без зрителей и комментариев. Поэтому мне можно пропускать иногда. Восемьдесят девять тысяч. Вполне себе нормально. Конечно, правильнее настакать сперва удали будет. Но я спешу, потому что у меня мало времени на записи. Вообще, самый вот такой верный алгоритм будет это вешать максимально потрясение. Для того, чтобы защитник не мог активировать усиление. И мы быстрее энку наберем. А еще мы быстрее с вами удали наберем. Когда он начнет эти усиления активировать. Но кто из нас ищет легких путей, правда? И это Геральт Галактуса. Или Геральт Изречицы. Изречицы. Итак, хит матки. Второй босс первой главы. То, о чем мы уже с вами говорили. Подытоживая, что скажу. Следим за энергией врага и своей. Стараемся не сбивать хитманки с ног. Для того, чтобы играть против него было проще. Ну и стараемся настакать максимум яростей. Используя идеальный блок. Но, во всяком случае, печать судьбы он получил. И все равно на автомате. Теории, конечно, все хорошо. А на практике что? Обычно случается. Ну и здесь будем работать тем же Макаром. Ждем 20 секунд, чтобы дать ему печать. Спокойно принимаем блок. Закепку. Закепку наша задача набрать 25 зарядов. И уже потом начать мочевого. Здесь, я так полагаю, игра посчитала, что у нас одинаковое количество энергии. Ну давайте. А теперь его надо развести на первый спец. Чтобы у нас было преимущество. Да, видите, он получил. Печать судьбы. И Кэпка я бы вам советовал все же не давать вторую спец. Ой, блин. Если вы друг будете играть Кэпкой, то не сдавайте вторую спец. А бейте его простыми ударами. Я считаю, что так же можно спокойно доводить его до первой спец. Уклоняться и тем самым иметь выгодное положение в качестве соотношения энергии. И тихонечко его бить, бить. И таким способом, в общем, выигрывать бону. Но, видите, только что нулевые были уроны. Почему? Потому что у нас нету трех ослаблений. Поэтому нужно не забывать поддерживать нужное состояние ярости. Которые стакаются, в общем-то, обычным парированием. И можно, в общем-то, накопить на красную спец. И вообще об этом не париться. Разводить его на первую спец. И все. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Вот я сижу тут и отмеряю для вас. Чтобы вы потом этот раз один раз отрезали нормально. И у вас не было проблем. В общем, ребята, все сводится к тому, чтобы вы не забывали поддерживать три более усиления на себе. И смотреть, чтобы у врага не было больше энки, чем у вас. В итоге, что хочу сказать по первой главе. На самом деле, паук очень сложный противник. Как бы я там ни старался хихикать и говорить, что возьмите кроссы, и не будет проблем. На самом деле, проблемы будут, потому что большинство призывателей играют через парирование. А с пауком через парирование будет сложно играть. Потому что он получает заряд уклонения, который дает ему 100% шанс уклонения. Но нужно заставить себя после парирования попробовать дать ему вас ударить базовой атакой. И от этой базовой атаки уклониться. Тогда он получит оглушение на полторы секунды. Но это все не так легко сделать. Во-первых, просто потому, что он очень быстро набирает энку и дико спамит неблокируемый первый спец, который неприятно. Поэтому здесь я вам желаю удачи. Что касается хитманки, как бы сложнее не выглядело это со стороны. На самом деле, это довольно легкий противник с легким усилком. После того, как я определенное количество раз его прошел, я вам скажу одно. Но, в принципе, идти можно против него любым совершенно чемпионом. Не сбивайте хитманки с ног. Не забывайте стакать ярости. Просто бейте его. Не давайте ему накопить на вторую или третью спец. Потому что вторая спец очень неудобная. Принимать ее в блок очень больно. А третий спец вы никак не уклонитесь. Если у вас, конечно, нету человека льда с коронкой или гвенпол. По первой главе это все. Про вторую и третью главу я расскажу вам в следующих видео. Поэтому я рассчитываю на ваши лайки, на ваши комментарии, на ваши подписочки, если вы еще вдруг не подписаны. А также приглашаю вас заглянуть на мою страницу на Патреоне. Подробнее об этом вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании. На этом все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Бора. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok